Денис, с дебютом. Первый матч в составе «Торпедо», но с первых минут показалось, что ни капли волнения при этом не было. Ну, старался, конечно, спокойно первые минуты играть, чтобы как-то команде внушить доверие и где-то спокойствие, чтобы дальше было легче играть. Сегодня у команды не все получилось в атаке, но при этом всего одна пропущенная шайба. Что больше учит экспериментальный состав? Позитива или негатива от сегодняшнего игрока? Я думаю, что все равно сейчас при сезонке ищутся сочетания, проверяются молодые ребята. Конечно, приятнее выигрывать, чем проигрывать и три очка есть три очка. Торпедовцы взяли в убедительный реванш в серии буллитов. Для тебя, как для вратаря, было принципиально как-то играть соперника? Ну, конечно, я думаю, мы где-то, наверное, перед болельщиками немного порадовали их даже, да. То есть в игре не забили, забили все пять буллитов. То есть, ну, вот так. А что скажете об атмосфере этого матча? Я хочу сказать еще, когда с Авангардом мы приезжали сюда, тут всегда было в гостях неприятно играть. То есть тут поддержка вообще сумасшедшая. Еще дворец маленький, компактный. То есть все именно на площадку. Поэтому болельщики тут здорово болеют. И сегодня была хорошая атмосфера. Прошу нас поддерживали сегодня. Ты говоришь о воспоминаниях от матчей против Торпедов. Был у тебя один особенный. Гол Фантом Никиты Филатова. Засел ли в душ и хочется ли взять у него реванш? Он будет играть за «Спартак» здесь? Да, как-то. Ну, да, я помню такого, про которого вы говорите. Да нет, в принципе, ничего такого нет. Все соперники равны, поэтому нет какой-то там цели за что-то именно реабилитировать. В Торпедов подобралась такая крепкая вратарская бригада. Как друг с другом? Какие амплуа? Да, в принципе, все нормально. То есть ребят там, Коля Малькова, Андрюха, знаю еще по школе, играли друг против друга. Поэтому сейчас с Стасом Галилом потихоньку знакомимся, где-то, нещем взаимопонимание. И здоровая конкуренция, она всегда очень полезна для роста вратаря.